всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время любоваться свежим выпуском журнала хотела сказать бурда экстра но вот не нашла такой надписи на обложке журнала увидела только крупную надпись книп моды это голландский журнал видимо с этого номера немножко редизайн произошел обложки на русском языке поэтому будем называть его просто книп моды но еще такой fashion style вот такие дела в общем как бы то ни было это апрельский выпуск книп моды пока не начали листать журнал как всегда кто не подписался подпишитесь на канал кто не поставил лайк на всякий случай поставьте сейчас либо не забудьте вернуться в конце ну и нажмите на колокольчик как полагается вперед поехали листать журнал давайте листать наконец уже этот журнал это книп моды голландский журнал мод для меня конечно стало неожиданным название самого журнала я не могла найти здесь бурда экстра надписи единственно шла у здесь бурда ставят ну тем не менее редакция журнала возможно экспериментирует маркетинговые входы будет журнал при называться книг моды листаем давайте посмотрим что у нас есть в этом журнале страничка с техническим рисунком здесь у нас пальто начинается с пальто с воротником стойкой довольно свободного кроя потом жакет похоже по стилю на рубашку тоже свободного кроя интересный жакет вот такой по типу болерода талия с пышными припышными рукавами классное платье от дизайнера с двубортные с интересными воланами платье рубашка с молнией по переду и с множеством карманов просто платье с драпировкой по горловине платье футляр я бы сказал с отлетной детали по переда еще платье с отрезной ниже талии со складками по низу платье я бы сказала в стиле бога наверное брюки по типу по степо типу джинсов на следующей страничке нас есть комбинезон брюки клеш брюки кюлот или юбка брюки их называют брюки в джинсовом стиле брюки свободные широкие и интересные асимметричные брюки с одной стороны клешёные брюки а с другой стороны брюки со складочками прям посмотрите много-много склада как будто плейсировка дальше блузки смотрим блузки приталенные с треугольной кокеткой вот они два варианта и блузка со сборками от груди и с пышными рукавами интересная блузка тоже лонг слив ну типа футболка юбка так называемая юбка баллон и я увидела даже посмотрела внимательно как она шьется юбка нашей молодости наверное то есть это лет 30 назад носили мы такие юбки баллоны спорный вариант посмотрим на нее повнимательней и еще часть блузок мне кажется они примерно по одной выкройке вот эти три блузки и вот это по типу майки может быть вот отсюда крой похож посмотрим повнимательней ну что давайте листать журнал на этой страничке можно охватить все модели которые в журнале есть и сразу привлекательной модели очень очень модно смотрится вот этот костюм хотя он простейший вот она платье в стиле бога и из интересного вот это платье в стиле рубашка с молнией по центру вот это платье двубортное платье дизайнера что еще интересненького вот это платье меня почему-то напрягает немножко блеском давайте уже подробно смотреть здесь у нас даны блузка и брюки брюки немного клешоны и из интересности от строчка по переду идет вместо стрелки и глубокие высокие разрезы по бокам брюки сшиты из очень плотные джинсы я бы сказал так коловатой немножко стоит колом мне кажется стра странным как будут себя вести такие джинсы вернее такие разрезы высокие ну вот тем не менее дизайнеры предлагают мне почему-то хочется разрезы уменьшить как минимум в половину мне кажется прижился вариант который идет по центру немножко низко расположены то есть не от колена а достаточно низко который в длинных брюках приоткрывает носок обуви это красиво лично мне нравится вот такие высоченные сбоку разрезы может быть только в жарко в жаркое лето но не с не с сапогами в общем смотрите каждый решает сам дизайнеры предлагают мы выбираем шить не шить смотрите нюансы молния пришита открытым способом и вот от строчка идет гармонирует между собой как изюминки для брюк можно взять на вооружение плоско интересного кроя единственное что обратите внимание на модели и покрою а борка идет от самой выступающей точки груди я посмотрела как устроены выкройки и немножко знаете так интерес интересненько они устроены посмотрите впереди вот такая коротенькая вытачка такая же как и на спинке первое впечатление было что они наверное перепутали перед со спинкой но нет и по-разному сделаны в общем смотрите не всем идут вот такие высокие разы как кокетки или кокетки от этого места для тех у кого небольшая грудь и тот кто хотел бы подчеркнуть и увеличить грудь конечно это шикарный вариант но для тех кто грудь считает своим богатством я думаю не стоит использовать именно такой крой как вариант можно промерить вашу длину лифа под грудь вот докуда доходит и удлинить просто верхнюю часть кокетки на это расстояние возможно придется сделать вытачку сбоку чтобы оформить грудь то есть в районе груди пусть все прилегает а ниже можно делать пышно и тоже будет красиво так что имейте виду блузка это шьется не так-то уж и просто хотя выглядит кажется там на распашон очка такая не так-то просто есть у нас вот такие пуговки на навесных петлях кажется есть у нас вот здесь пуговки с навесными петлями это все очень усложняет работу ну и плюс вот такая миниатюрная оборка блузка уровень сложности два с половиной две с половиной точки ну вот скажем из четырех это достаточно сложный уровень посмотрите как красиво смотрится пояс на брюках завязан блузку заправили внутрь и стала видна красота мне нравится джинсовые отстрочки такой четкий стиль джинсов так что думайте если кто хочет шить на лето и может подчеркнуть себе фигуру прекрасный вариант брюк на этом развороте у нас с вами комбинезон и джинсы с блузкой давайте посмотрим полюбуемся комбинезоном у меня честно говоря издалека ассоциация что это рабочая одежда роба наверное кто-то носит их и любит но честно говоря я в своем окружении не встречала любителей комбинезонов очень редко встречаются девушки кто их носит спрашивала специально у своих близких племянниц племянников говорю кто-нибудь ходит вокруг вас из молодежи так сказать в комбинезонах да и к тому же на улице во всяких торговых центрах но не встречаю я людей в комбинезонах крайне редко это бывает но почему-то дизайнеры с завидным завидным постоянством предлагают модели комбинезонов знаете думаю наверное за тем чтобы можно было в одну модель вложить сразу две верхняя часть это рубашка а нижняя часть это брюки так к этому и относимся потому что все-таки носить комбинезоны это не очень удобно из-за во-первых из-за того что сшить сложно четко посадить вот эту линию как бы обхват туловище по вертикали не хватает длины сидения когда садишься для движения свободы нужно добавлять вот здесь свободку внизу тогда это не очень эстетично смотрится ну какая-то такая история нужно тогда очень растяжимая ткань а если ткань нерастяжимая то и плотно сидящей по фигуре в нем не очень комфортно ну вот простите если кого-то обидела своим таким негативным отношением к комбинезонам ну вот как есть на этой страничке у нас брюки и блузка брюки сразу сдалека по силуэту кажется посмотрите тоже такое же впечатление что это брюки так называемый мамс но то ли на девушке сшиты брюки меньшего размера чем нужно меня под напрягли вот какие-то складки вот здесь то ли она встала неудачно да и честно говоря я бы не рискнула наверное вот так выделять же зону животика поперечной светлой полосой на кокетке еще сзади по спинке можно как-то с карманами скомбинировать но вот в переднюю часть делить в районе талии столько горизонтали делать я бы постели глаз даже не знаю ком кто бы это сделал ну вот кто то делает наверное смотрите из однотонной ткани сделать это все прекрасно а вот скомбинировать я бы сто раз подумала но тем не менее выкройка интересное и стоит ее попробовать возможно вам они на вас они хорошо сядут и это будет классно будет выкройка джинсов на лето ну либо придется корректировать пошив кстати не такой уж простой потому что две с половиной точки да и так понятно что и кармашки и кокетки и гульфик и накладные здесь кармашки и застежкой пояс приточной много деталей поэтому с джинсами придется повозиться блузка честно говоря впечатление такое что ткань пестротой своей линии кроя все куда-то нивелировал но с другой стороны может быть летний вариант и весь на весну штапель годится на такую блузку и штапеля блузки такие будут смотреться наверное классно идет попытка приталенных вещей вы очень заталено посмотрела выкройку очень сильно заталено и по за счет вытачек и за счет боковой линии фигурной в исполнении не так уж плотно блузка сидит по фигуре поэтому уточняйте со сравнивайте со своими размерами с мерками по бедрам с мерками по по груди и по талии как сядет блузка такая на вас у меня немножко знаете как не то что напрягло настораживает потому что большой объем груди вот у нас есть грудь излишек объема убран только в талиевую вытачку на грудной вытачки нет как в кокетку на грудная вытачка не перешла потому что она существенно выше груди то есть куда делась делся объем на грудной то есть как сядет в районе груди я не знаю скорее всего останутся вот где-то здесь залом и в общем только одно приталивание для груди нету объема посмотрите я бы сделала все таки сначала наверное макет блузки или скроила ее с большими припусками или тщательно проверила промерила блузочку потом бы шить стало ну вот как то так все остальное обычная блузка рукав с разрезом под застежку воротничок стойка супатная застежка вот такая в гардеробе всегда нужно на этой странице мне вот кажется просто выглядят очень модно вещи трудно сказать что именно трикотажные брюки широкие свободны вокруг меня носят люди такие всю зиму носили и подозреваю будут весной носить вот такой топ или гольф иногда называют широким воротником стойкой очень хорошо смотрятся друг с другом они и как раз с каким-то жакетом в жакете если присмотреться все тоже прекрасно посмотрите есть кокетка есть отложной воротничок накладные карманы причем интересной конфигурации посмотрите не симметричные клапаны есть накладные карманы внизу пояс завязывающийся все элементы прекрасные почему-то не знаю почему-то немножко напрягает вот это вот мешковатость с другой стороны привыкнуть уже давно пора мне кажется крой этой рубашки или этого жакета идет от цельнокроеного рукава и все вот здесь заломы их много все они остались как будто цельнокроеный вариант кроя очень широкий рукав вот эти вот складки идут ну в общем смотрите кто не обращает на это внимание можно и так шить я бы немножечко под изменила сам сам крой чтобы вот этих складок избежать чтобы рукав как-то был поизящней может быть внизу поизящней ну как то так конечно же стоит сказать что топ и брюки шьются очень легко очень легко девочки если вы подобрали интересный вариант трикотажной ткани на лето может быть хлопком со льном обязательно шейте такой костюм его легко комбинировать с разными кардиганами рубашками какими-то жакетами на лето с джинсовкой вы просто будете одеты это условно говоря вариант платье потому что сверху донизу одет ну а курточку вот эту или жакет такой стоит шить из джинсовой ткани из хлопковой ткани тоже прекрасно такая накидочка летом весной пригодится от ветра на этой страничке дизайнеры намудрились за брюками давайте посмотрим вот хорошо можно разглядеть что одна штанина просто широкий крой а вторая штанина идет с разлетающимися складками выглядят они как веер такой не знаю разглядывала разглядывала сомневаюсь что много людей сошьют такие брюки но идея прикольная почему ты мне скажется странным сшить такие верные складки из очень плотной грубой джинсовой ткани может быть стоит для этого взять струящийся хлопок который будет не спадать скажем не стоять кол но почему-то мне так кажется то ли опять дизайнеры именно журнала этого книп моден немножко под намудрили и не не ту ткань подобрали может быть идея интересны мне кажется почему-то такой вариант для какие-то морских прогулок может быть для летнего отдыха может быть это тонкие хлопковые брючки были бы прекрасны вот имейте ввиду не пугайтесь сразу вот этих коловатых джинсовых брюк может быть стоит поэкспериментировать но вот этот жакет с фэнтезийными рукавами тоже классная вещь кто не готов носить жакеты до талии да пожалуйста продлите продлите их до низу можно сделать такой жакет на лето получится практически пальто кстати по этой же выкройки можно шить платье с такими интересными рукавами почему нет удлините учитывая ваш обхват бедер чтобы хватило места по бедрам просто расширить на уровне бедер и вниз продолжить эту выкройку прекрасный вариант для платья шьется такой жакет несложный если сравнивать вообще брать во внимание все жакеты потому что нет нет воротников нет застежки такая вот история на этой страничке пальто мне показалось что это пальто по той же выкройки что и джинсовая рубашка на предыдущей страничке 0 жакет джинсовый только поменяли воротник потому что вот эта же кокетка и это же мешковатость присутствует в области рукава вам решать меня почему-то этот образ именно в полосатой ткани вот в таком исполнении не впечатлил не порадовал а не знаете я ошиблась это не джинсовая рубашка потому что вот эта деталька добавлена джинсовой рубашки и и не было по крайней мере вот вот это точно добавочка друга идет шов по спинке вот технический рисунок меня очень привлекает можно шить пальто на весну но исполнение абсолютно нет поэтому смотрите может быть ткань неудачно мне кажется если взять пальтовую ткань можно сшить хорошая вещичка получится если широковат рукав можно чуть-чуть заусить его по нижнему шву ну вот такая история пальто шьется сложно или легко ну если брать вообще и варианты пальто то не сложно потому что воротник стойка один из легких в исполнении но конечно это не юбка баллон например не платье простого кроя повозиться придется с пальто на этой страничке все та же блузка с интересным с интересной кокеткой треугольной и с приталиванием как она смотрится здесь блузка ну да вот они нагрудные заломы никуда они не денутся объем груди никуда не спрятан имейте это в виду что есть только приталивание вертикальное а по горизонтали никуда вытачек нет в крови не учу не учитываются юбка брюки опять же по техническому рисунку похоже что это юбка брюки юбка брюки или килоты отличаются от кроя брюк то есть они просто расширенные брюки там линия седа по-другому устроена но вот в данном исполнении выглядит как будто это брюки которые расширили от бедра поэтому тоже будьте внимательны то ли здесь исполнили отшили для журнала для фотосессии модель просто на минус размер может быть такой то есть не должна юбка брюки вот здесь вот так сидеть вот в области паха с такими складками быть вот такая история попробуйте может быть макет сделать или мерки проверьте то есть в юбке брюках по-хорошему эта линия должна идти ровно без всяких заломов легко или просто шить такую юбку именно вот этот вариант юбку брюки это сложный вариант потому что посмотрите присутствуют все все элементы джинсового кроя это и кармашки с подрезным бочком и маленький пятый кармашек и кармашки на спинке и хлястики приточной пояс и гульфик много нюансов да еще плюс варианты с посадкой на фигуре честно говоря почему-то хочется сделать эту юбку брюки из более легкой ткани более струящиеся и по длине не выше колено как бы здесь в районе колена так что имейте ввиду на этой страничке у нас платье как она исполнена тем более для размера плюс мне не нравится вот что хотите делать и не нравится вот все не то на таком уровне прозрачная пола части поперечные полосы горизонтальными касса они вот не странят фигуру а по сути по своей платье предназначена чтобы стройнить на что хочу обратить ваше внимание в прикрое этого платья вот посмотрите какая история линии рельефные где располагаются на девушке они располагаются дальше чем выпуклые точки груди и такое впечатление что грудь смотрится шире шире чем она есть на самом деле и мне почему-то хочется вот эту линию рельефа перенести ближе к центру вот если вы сможете с перемоделировать вот это здесь главное не переборщить не слишком близко сделать ее к центру и не слишком далеко но себе бы я точно вот на такой ширине не стала бы делать эти рельефы есть такая опасность что визуально это все расширится можно даже оставить их в районе плеча на месте но к талии немножко эту линию как бы заусить чтобы визуально эффект такой ближе к талии как бы x-образности сделать фигуре а так платье это прекрасно вообще стоит шить его на лето вообще отличное платье счется но не сложно несмотря на то что здесь показали три точки о две с половиной точки сложность дайте как оборки наделать и молнию сшить вот такая сложность если вы умеете делать оборки и пришивать молнию то это не сложно но манжет нет воротников нет на этой страничке пошли платья вот сначала они все окидываю как их можно посмотреть одним взглядом окинуть а затем пойдем смотреть подробно как всегда стилисты книб жгут приемлемы такие колготки с таким платьем с принтом и с босоножками на таких перемычках я не знаю я это обсуждать не берусь мой глаз зацепляет эта история ну и ладно я смотрю на технический рисунок и на то стоит ли заниматься с этим платьем шить его или нет мне платье это видится в четко стилизации джинсов джинсового платья очень красивая строчка получается по нижнему шву рукава или вернее паспорт по заднему шву рукава очень красивая строчка будет гармонировать вот с этими рельефами в талии а строчка на самих кармашках поворотничку и как притачена молния вернее вдоль пришло притачивание молнии вот это будет красиво и я бы предпочла платье такое сшить из однотонной ткани из однотонного хлопка может быть из однотонной джинсовой ткани сейчас вот мы например покупаем такую ткань ну какие-то изумительных расцветок на лето нежные можно не обязательно синюю джинсовую ткань покупать можно какие-то из зефирных катанов выбрать это очень красиво очень женственно и на контрасте с от строчка будет прямо игра такая джинсовое платье всегда в моде и поэтому если у вас его нет наверняка стоит сшить сшить его долго шить его сложно если это выкройка на вас хорошо сядет то это удача потому что он такую полу прилегающую крою получается все также по моему выкройка как база идет который у нас и было блузки с кокеткой что ли потому что смотрю только талиевые вытачки на приталивание то есть такой свободноватый крой модель мне нравится шить его сложно подходит для всех типов фигуры кстати да вот прям здесь указано что на все типы фигуры можно носить его и без пояса если там плюсики ну можно и завязывать иногда пояс или надевать так на этой страничке еще платится платье винтажные в стиле наверное 60-х ну даже или 60-х годов мягкость в стиле 60-х и разве что хочется сказать что для плюсиков его однозначно нужно удлинить говорится что платье подходит для всех типов фигуры интересный крой удлиняет спинку удлиняет шею вот этот маленькая мини стойка по спинке красивое платье вы посмотрите какой для плюсиков подходит ли вот этот акцент наберут для вас для фигур плюсиков верхнего типа я думаю что это было бы прекрасно когда вверху все лаконично удлиняется шейка а внизу добавляется визуально какой-то объем наверное да но если фигура груша вот для меня вот сомнительно что для фигуры груша или даже для песочных часов вот этот вариант подходит не согласны с этим легко или просто сшить такое платье несложно нет несложно шьется достаточно спокойно опять же повторюсь если вы умеете выполнять молнию в платье здесь еще обтачка все остальное легко на этой страничке платье мы уже видели подобный крой на плюсиках ну вот я бы сказала что даже и стандартных размерах вот это вот история с широкой грудью меня она тоже напрягает мне кажется более изящно на девушке было бы уменьшить вот это расстояние сейчас эффект такой как будто грудь уходит прямо в бока вот так мне хочется чтобы грудь была покрасивее в целом платье нравится шьется но несложно на этой страничке интересное платье почему-то немножко напрягает атласный блеск именно в таком варианте натуральный эластичный шелк ну да платье нарядное красиво наверное такое торжества годится легко или просто шить такое платье сложно тут даже да вот три точки стоит сложно для каких типов фигуры подходит ну вот здравствуйте не подходит для типа фигуры груши я бы сказала что наоборот для груши подходит потому что получается диагонально отлетная деталь создает эффект динамики в при движении ну ну да ладно это на совести стилистов остается обсуждаем пошив платье сложность основная в том что это шелк натуральный шелк шить сложно все и . если вы ни разу не шили из шелка то попробуйте сначала более легкие варианты например просто топ с коротким рукавом и вырез под горлышко если вам это все удастся тогда можно браться за такие платья но если вам удается работать с шелком я думаю что вы мои обзоры не смотрите в общем я вас напугал что шелковое платье шьется очень сложно но его можно выполнить из просто и скреповой ткани например это же будет прекрасное платье или из тонкой шерсти кстати тоже здесь главное чтобы драпировка в районе горловины красиво смотрелось что полегла красиво на этой страничке у нас идут с вами повторы только на размерах плюс вот это платье в размере плюс ну помните о чем я говорила что обязательно надо удлинить потому что я тоже посмотрела они конечно молодцы сделали колготки в цвет обуви и колготки не спорят с самим раз с цветом платья все красиво но почему-то я бы сказала что вот эти все могут для плюсиков выше колен платья делать не стоит на этой страничке брюки и блузка ну вот что сказать брюки хорошо смотрится несмотря на то что зона паха открыта потому что брюки достаточно свободно сидят на этой девушке на этой страничке все те же брюки и гольф футболка мне понравилось что вот этот вариант водолазки или футболки для плюсиков идет с вытачкой по этой же выкройке мы можем запросто сшить футболку укоротив рукав можно не делать эту горловину прекрасная выкройка и пальто мы уже видели пальто для стандартных размеров как выглядит на плюсиках именно вот это пальто я бы даже смотреть не стала я не знаю что здесь они выбрали для ткань ну наверное похоже на капитоне но мне кажется это не то не то пальто стоит брать обычные пальтовые ткани может быть тонкие более плотные ну чтобы они держали форму ну вот это вот не не пальтовая история мне вот это не нравится слишком мягкая ткани пластичная податливая может быть бомберы из такой ткани шить стоит но не пальто поэтому ориентируемся на технический рисунок техническим рисунком все понятно выкройка для мужчин брюки джинсового кроя но более свободные кстати для многих для многих я точно знаю что это такая проблемка где найти выкройку брюк не обтягивающих от их таких достаточно свободных ну вот пожалуйста стоит попробовать ее кстати легко заузить немножко книзу мне кажется она здесь достаточно все-таки по нижнему краю достаточно широкие брюки можно слегка их уменьшить а так все остается все как обычно легко или просто сшить такие брюки сложно дорогие мои все-таки брюки шьются сложно но если вы взялись за них сам шаг за шагом этап за этапом все получится ну и как всегда выкройка предлагается одна для ребенка который можно сказать скачать с сайта в разделе выкройки будут оставил на этой страничке юбка баллон с подробным описанием и этапами пошива я не буду сейчас показывать юбка баллон для меня вообще из разряда такого какого-то театра праздника детского какого-то варианта пошива ну если вы считаете что вам она тоже годится до убрали ее для груши на не подходит для всех остальных типов фигуры приемлемо шьется не сложно легкий вариант в пошиве стоит может попробовать если вам нужно еще бы сказал все-таки для ребенка такая юбка на этой страничке топ топ и впечатление что они скроены по одной выкройке но какая разница немножечко разные варианты что это с рукавом вот эти заломчики ну это легко подправить что сказать про эти топы они из мягкого пластичного трикотажа с вытачками на грудными немножко спущенное плечо но буквально может быть один-два сантиметра это мне нравится я приветствую такое крой достаточно свободные посмотрите приталивание нет в районе груди достаточно много свободы модно так носят сейчас так на основе этого кроя можно шить все что угодно на основе этой выкройки и футболки и водолазки и вот такие гольфы с широким объемным воротником и вот в такой обтачкой например как здесь сейчас там посмотрим на спинке сделали завязочку впереди просто обтачка идет и вот такой интересный с одной стороны как будто шарфик завернули пристегнуть на пуговку и получили интересную драпировку по центру в офис посмотрим вот она видите топ с обтачкой по переду и на спинке завязывается здесь у нас какая-то такая отлетная деталька хорошо видно ее на пуговку застегнули получили такой такой топ очень скажем топов много не бывает подобного рода шьются они все легко я не знаю почему они здесь пишут две точки в пошиве я бы вообще одну ставила потому что ну реально не сложно платье от дизайнера ну наконец-то на мой взгляд идею дизайнера здесь довели до конца до ума именно так как планировалось может быть спорной не лучший вариант выбрать ткань такую полу именно такую полоску может быть но это тоже как как сказать на вкус мне очень нравится технический рисунок двубортно слегка двубортность такая в платье вот она что хочу сказать мне кажется такой крой подойдет ну буквально всем фигурам ну да вот здесь дизайнеры тоже говорят что до всем подходит единственный нюансик про который я не перестаю говорить и повторюсь здесь у всех у нас разные грудь по форме и это естественно поэтому советую промерить в мерку от высшей точки у основания шеи до точки под грудь чтобы у вас вот эта линия не висела в воздухе и не не создавала лишнего вот это расстояние должно быть точно соответствовать должно точно соответствовать вашему размеру и скорректировать если нужно удлинить и просто вот это место если нужно укоротить им тогда платье будет прекрасно на вас сидеть вот этот нюансе все остальное мне безумно нравится платье мне даже захотелось себе вшить подобное платье на лето потому что вся передняя часть и посмотрите на динамично диагонально хорошо драпируется красиво мне нравится прям хочется сшить ну вот мы с вами дали стали этот интересный выпуск мне хочется сказать что очень понравился выпуск не каждый выпуск похвастается таким хорошим сочетанием как базовых моделей так и интересных акцентных моделей мне понравилось выкройка платье от дизайнера яниса мне понравились базовые выкроечки водолазки или футболки особенно для плюсиков что есть вытачка для трикотажа понравились брюки понравились варианты пальто правда не в том исполнении которые были на фотосессии в журнале но выкройки понравились наверняка что-нибудь я отсюда сошью пока хочется сшить платье от дизайнера ну посмотрим как как пойдет на этом все с вами была я татьяна шадрина вы были у меня на канале время шить до встречи следующем видео приятных швейных проектов пока пока